Сегодня на заседании Кабинета Министров Республики обсудили ряд ключевых вопросов. В их числе опубликованный Министерством образования России рейтинг ведущих школ страны. Напомню, что в топ-500 вошли 9 учебных заведений республики, улучшили свои позиции сельские школы. Кроме того, министры обсудили прогноз развития республики до 2030 года. Среди 200 лучших сельских школ России есть и 12 из Чувашии. В прошлогоднем рейтинге таких было 5. Также учебные заведения республики вошли в список 200, которые дают образование по профильным направлениям. Хочу высказать слова искренней признательности, благодарности директорам этих общеобразовательных школ. Эта команда совместно с родителями, совместно с общественными организациями, совместно с учениками работает на перспективу. О перспективах развития экономики республики рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Владимир Аврелькин. Он представил прогноз социально-экономического развития Чувашии до 2030 года. Это один из основных документов стратегического планирования. Среди ключевых опорных действий, которые мы полагаем на свои усилия для достижения тех целей, которые мы обозначили, благосостояние населения республики. Это прежде всего стимулирование технического переворужения предприятий. Это создание и развитие высокологичной наукоемки малого и среднего бизнеса. Это стимулирование и поддержка импотратозамечающих производств. Сложно предсказать в прогнозированном 15-летнем периоде новые волны кризисных явлений в мировой экономике, как они скажутся сегодня на российскую и на республиканскую экономику. Поэтому предлагаемый прогноз является неким таким стратегическим ориентиром. Среди ориентиров прогнозируемый объем промышленного производства увеличится в 2,5 раза. Инвестиции в основной капитал возрастут в 1,5 раза. Реальная заработная плата в прогнозе должна вырасти в среднем в 2 раза. Владимир Аврелькин подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации во всей стране, когда на экономику по-прежнему оказывают влияние санкции, промышленность республики начинает приспосабливаться, создается новое производство, происходит диверсификация, увеличивается розничный товарооборот. Эти явления тоже отражены в прогнозе. В социальной сфере планируется, что к 30-му году средняя продолжительность жизни еще увеличится на несколько лет. Смертность снизится на 15%. Михаил Игнатьев поручил вице-премьерам и ключевым министрам еще раз оценить прогнозные цифры и к началу следующей недели представить доработанные данные. Еще один важный вопрос, который рассмотрели сегодня члены правительства – план реализации программы капитального ремонта в 2015-2016 годах. На эти цели будет потрачено более 600 миллионов рублей. В рамках плана планируется провести капитальный ремонт 425 многоквартирных домов общей площадью 785 тысяч квадратных метров, в которых проживают более 35 тысяч граждан. Планом не предусматривается проведение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, относящихся к категориям ветких, непригодных для проживания, аварийных. Михаил Игнатьев поинтересовался, как формируется список домов, требующих ремонта, и учтены ли интересы жителей, которые полностью и без задержек оплачивают взносы в фонд капремонта. В этой работе важен каждый адрес, и это должны понимать руководители муниципалитетов, подчеркнул глава Чувашии. Кроме того, в открытом доступе должен быть опубликован список домов, в которых будет проходить капремонт. Татьяна Молокова, Сергей Рябчиков, Республика.